В Люберецком дворце спорта прошел первый матч серии за седьмые и восьмые места, в котором баскетбольный клуб «Триумф» принимал гостей «Самарские красные крылья» и одержал победу со счетом 82-59. Самым результативным игроком в этом матче стал Константин Нестеров, набравший 15 очков. Продолжит тему Алексей Адамов. Длинные атаки и падения, травмы и трехочковые броски, долгие розыгрыши и силовая борьба по счетам, перебор фолов и быстрые прорывы. Именно такую игру увидели болельщики баскетбольного клуба «Триумф» в минувший вторник. Главный тренер «Красных крыльев» сказал после игры, что это был один из худших матчей «Самарской» команды в нынешнем сезоне. Игроки не могли не избивать, не защищаться. Не хватило агрессии и опыта звездной команде, вобравшей в себя представителей Боснии, США, Бельгии и Доминиканской республики. Стоит отметить, что главный тренер «Триумфа» был настроен на результаты игры весьма скептически. Если честно, я считаю, что матчи, команд, которые не входят в четверку, они не должны играться, потому что они носят урешительный характер. Обычно очень тяжело мобилизовать команду на эти игры. И чаще всего они проходят на спаде. Мне кажется, что места за четверкой должны распределяться по результатам регулярного чемпионата. Ну, такая система, поэтому мы достаточно много матчей проиграли. Некоторые хорошо играли в упорной борьбе, некоторые где-то из-за большого количества ошибок, из-за того, что играли нехорошо, проиграли. Баскетбольная серия за седьмые и восьмые места проводится до двух побед. Ответный матч должен пройти 4 июня в Самаре. При счете 1-1 третий решающий матч будет уже сыгран в нашем городе в конце недели. Команда «Триумфа» готовится к встрече. Каждый матч плей-офф – это отдельное соревнование, и нужно играть его как первый матч. 4 июня наши спортсмены должны показать в Самаре игру, за которую любят зрители. Показать ту борьбу, ради которой болельщики приходят на трибуны. Надеемся, что задуманное получится, и мы победим. Алексей Адамов, Игорь Богатырев, Люберецкое районное телевидение.